Пять лет уникальному научному проекту Казанского федерального «ПРОНАУКА». Цикл лекций на острие науки продолжается. Единственный способ им помочь избавиться от приступов — это, соответственно, придумать такую систему, которая смогла бы мониторить активность головного мозга. Вручение премий за верность науке. Росатому поручено в кратчайшие сроки организовать рассмотрение научной программы и программы развития Центра на заседании Научно-технического совета с целью ее утверждения до конца 2021 года. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась лекция на острие науки. Подробнее в нашем следующем сюжете. Предсказание идет в совокупности с предотвращением. Тумарктер появился, подался стимул. Научная лекция прошла в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета. Мероприятие было под эгидой года науки и технологий и продолжило цикл онлайн-встреч в рамках акции «На острие науки». Это задача о предсказании и предотвращении эпилептических приступов у тех пациентов, которых невозможно вылечить другими способами. То есть это те пациенты, у которых отсутствует эпилептический фокус, то есть операцию провести невозможно. И также это те пациенты, которые устойчивы к медикаментозному лечению. Ученые обсудили современные достижения в области искусственного интеллекта. Его задача заключалась в том, чтобы предупреждать о начале эпилептических приступов у людей, страдающих этой болезнью. Научно-популярная лекция прошла в смешанном формате. Зрители имели возможность задать вопросы онлайн и пообщаться с исследователями лично. Единственный способ им помочь избавиться от приступов это, соответственно, придумать такую систему, которая смогла бы мониторить активность головного мозга. Напомним, в рамках данной акции Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию проводит тематические встречи. Направлены они на вовлечение молодежи в научно-образовательную сферу, а также формируют представления о профессии современного исследователя. Амир Ахтямов, Универньюз. Серия образовательных интенсивов, направленных на популяризацию науки, уникальная возможность для всех желающих стать студентом на несколько дней и увидеть жизнь университета изнутри. И что самое главное, получить знания в доступной форме. Все это о научно-популярном проекте Казанского федерального университета «Про наука». Подробнее в нашем сюжете. «Про наука» — это уникальный формат образовательных интенсивов, возможность стать студентом на одну ночь или несколько дней и узнать жизнь Казанского федерального университета изнутри. Проект «Про наука» был запущен пять лет назад по инициативе ректора Ильшата Гафурова для того, чтобы привлечь к науке максимальное количество людей. Первая серия «Ночного резонанса» состоялась 28 июня 2016 года. Запланированный как центр популяризации знания проект превратился в массовое гуляние и праздник науки для жителей и гостей города Казани. Участники «Про науки» могли посетить научно-популярные лекции наших и приглашенных ученых, мастер-классы, а также насладиться демонстрацией опытов и экспериментов. Яркая концертная программа тоже воодушевляла. Каждая из ночей первого запуска проекта была тематической и посвящена памятным датам жизни Казанского федерального университета, событиям в мире науки и инновационным проектам. О великом русском поэте Александре Пушкине рассказал его потомок – барон Александр фон Гревенец. Успех данного проекта не заставил долго ждать. 11 серий проекта посетили в общей сложности более 15,5 тысяч человек. В среднем одна серия собирала от полутора до трех тысяч гостей. А вопрос «Когда будет следующая ночь науки?» стал самым часто задаваемым. Это стало мотивацией для «Альма-Матер» продолжить цикл тематических фестивалей. 2017 год был объявлен годом русского математика Лобачевского. Именно поэтому майский проект «Ночной предел» был посвящен важным предметам, которые вы изучали еще со школы – математики и геометрии, а также IT-технология. В программу вошли киберспортивные сражения, игры в очках виртуальной реальности, игра «Что, где, когда» и многое другое. Сентябрь 2018 года – ночь в Императорском. Мероприятие посвящено Году великого русского писателя Льву Толстому. В эти же дни в Казанском федеральном университете проходили традиционные державинские чтения, организованные совместно с Всероссийским государственным университетом юстиции. Тогда в Императорском зале с лекцией выступил вице-президент Толстовского фонда в Нью-Йорке, проправдан в декабриста Сергея Волконского Андрей Кочубей. В программе проекта также были заявлены традиционные умные развлечения для детей и взрослых. К примеру, игра на знания детских произведений Толстого, выставка редких книг, мастер-классы по историческим танцам и древней вязи, квест по толстовским местам в Казани. Все желающие смогли улучшить навыки скорочтения и ораторского мастерства, узнать о быте русской и французской армии времен наполеоновских войн, а также побывать в музеях КФУ. Отдельно можно выделить проект «Наука 0+,» 2019 года. В честь своего 215-летия университет решил провести масштабную просветительскую акцию «Научный десант КФУ» и посетить 18 городов и поселков республики. Десантники заранее выезжали в каждый город, занимались подготовкой площадок, на которых в дальнейшем проводились лекции и мастер-классы. «Наука 0+,» собрала детей и их родителей со всей столицы республики Татарстан. Ученые КФУ демонстрировали свои разработки и проводили научно-популярные конкурсы, которые особенно увлекали подрастающее поколение. Абсолютно каждый на «Науке 0+,» смог найти что-то по душе. Для кого-то это был экзотический мир фауны Зоологического музея Казанского Федерального, а для кого-то – увлекательные лекции про будущее науки и проекты мирового масштаба. В связи с пандемией коронавируса в 2020 году, «Про науку» переформатировалась в онлайн-версию. Интернет и современные технологии позволили совершить путешествия мир науки и искусства, даже не вставая с дивана. Космическая навигация и планетные исследования, глобальные катаклизмы и эпидемии, виртуальный мир, вакцины и антибиотики. Перечислить весь список вопросов, поднимавшихся на интенсивах, просто невозможно. В серии «Ночь после новой эры» спикерами выступили не только заслуженные профессоры и преподаватели, но и талантливые молодые исследователи, выпускники и студенты Казанского федерального университета. Что же ждет нас в 2021 году? С 1 по 3 декабря состоится восьмая серия научно-популярного проекта под названием «Ночь великих». В программе – лекции о том, как стать Нобелевским лауреатом, придумать свой язык, опыты, эксперименты, а также онлайн-экскурсии по интересным уголкам университета. Особенность проекта «Про наука» – обучение в виде развлечения. «Ночь науки» продемонстрировали современные достижения и фундаментальные знания в легкой, доступной форме, в сопровождении зрелищных интерактивов и образовательных шоу. С каждым годом количество гостей заметно возрастает. В самом начале интерес вызывала необычная подача материала и удачно подобранное время. Но сейчас, вне зависимости от выбранного для проведения места или временного периода, количество желающих принять участие исчисляется тысячами. «Про наука» – это исключительный и оригинальный проект Казанского федерального университета, который вдохновляет на новые открытия. Студенты КФУ стали обладателями грантов на 2 миллиона рублей по итогам конкурса «Твой ход». Из более чем 560 тысяч участников до финала добрались 14 претендентов из КФУ, но награду получили только двое. Состоялась церемония вручения премии за верность науке. Подробности в нашем специальном репортаже из Кремлевского дворца. Казанский федеральный университет, студенческий телеканал «Универ ТВ» был приглашен на торжественную церемонию вручения 7-й Всероссийской премии за верность науке. Прямо сейчас можно обратить внимание, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр науки выросшего образования Валерий Фольгу отвечают на вопрос журналистов. Обратите внимание, вот здесь работает музыкальная зона, фото-зона. Чтобы попасть на мероприятие, нужно было соблюдать, во-первых, формат мероприятия, это COVID-free. Мы приходим с QR-кодами и с паспортами, ну и, во-вторых, мы соблюдаем, конечно, вечерний дресс-код. В год науки и технологий было подано рекордное количество заявок – 744 среди 15 номинаций. Впервые вручение премии за верность науке проходило в Кремлевском дворце. И в этом году, мне кажется, масштаб премии и масштаб тех команд и тех личностей, которые представлены в номинациях, особенно высокий, особенно серьезный. 7-я Всероссийская премия за верность науке с 2015 года вручается ежегодно за выдающиеся достижения в области научной коммуникации. Ее цель – повышение престижа деятельности российских ученых и инженеров. Среди задач – информационная поддержка ученых, обеспечение их широкого присутствия в медийном поле, формирование позитивного имиджа российской науки. На этом все. В студии была Арина Улескова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok